Всем привет! В этом выпуске я расскажу вам про беретки. Что это вообще за лабораторный сосуд, какие их бывают разновидности и как и где их используют. Поехали! Беретка представляет собой тонкую стеклянную градуированную трубку, открытую на одном конце и снабженную запорным краном или оливой на другом. Первым, кто применил беретку, является французский химик и физик Жозеф-Люи Гей-Люсак. Он же в 1824 году ввел термин «бюретка», что в переводе с французского означает «склянка». Все бюретки идут под нашей торговой маркой Exim Lab и предназначены для точного измерения и тетрования жидкостей. Характеристики бюреток, включая физические размеры, требования к стеклу и маркировке, соответствуют международным стандартам качества как ISO, так и ГОСТ. На данный момент действительными для бюреток являются такие стандарты. Более подробно с документацией можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Сертификация». Бюретки представлены в двух классах точности. Классы А и Б соответствуют сертификации ISO и первый и второй классы точности соответствуют сертификации ГОСТ. Все сосуды выполнены из стекла марки HS, химико-стойкая. Существует два типа бюреток с установленным временем ожидания и без. На данный момент у нас продажа бюретки первого типа без установленного времени ожидания. В ассортименте торговой марки Exim Lab существует три исполнения бюреток. Исполнение 1. Бюретка с прямым одноходовым краном. Такой кран бывает как стеклянный, так и тефлоновый. Тефлоновое исполнение стоит соответственно дороже. Бывает в ассортименте от 10 до 100 мл. Исполнение 2. Бюретка с боковым краном и резервуаром. Такие бюретки еще называют микробюретки, так как максимальная вместимость 5 мл. Но судя по размеру, конечно, тяжело сказать, что это микробюретка. Вот, например, для сравнения, у меня в руках бюретка на 50 мл, а вот эта вот микробюреточка на 5 мл. Но здесь своя методика, это чтобы отмерять прям очень точно малое количество жидкости. Ассортимент микробюреток представлен у вас на экране. Исполнение 3. В данном случае обошлись уже без кранов. Но на конце пипетки есть специальная олива. Это стеклянный шарик, который не дает вытекать жидкости сплошной струей, как это бывает с мерными пипетками. А дает жидкости дозироваться по каплям. То есть, например, в первом случае, в первом исполнении у нас есть кран, который вы должны покрутить, чтобы жидкость пошла. Но в третьем исполнении это делать не нужно, и жидкость будет и так вытекать. Но по капле. Представлены в ассортименте от 10 до 100 мл. Бюретки продаются поштучно, качественно упаковываются для транспортировки и комплектуются техническим паспортом на изделие. Если говорить о сферах применения, то бюретки по аналогии с мерными цилиндрами, колбами, пипетками используются практически везде. Так как всем нужно дозировать жидкость. Это легко. Будь то научные центры, лаборатории, пункты контроля качества и так далее. Всем нужно чем-то жидкость мерить. Подытожим. Бюретки торговой марки Eximlab соответствуют всем международным стандартам качества, представлены в широком ассортименте и отличаются исключительным качеством выполнения и точностью измерений, что было не раз показано нашими крупными партнерами. Продолжение следует...